итак давайте начнем наш разговор значит у меня просьба сразу не включать микрофон если вы не хотите спросить обязательно включать если вы хотите спросить хорошо вот я сегодня третье занятие факультатив школы 1514 к нам присоединилось довольно много 9 9 классников я очень рад вот сейчас идет на факультете компьютерных наук вышки идет конференция по образованию информационных типов в информационных технологиях и я слушаю там доклады как организует очень интересно услышать как в вузах организует обучение вот и один из участников там произносил довольно известную фразу что c++ это как латынь современная латынь это был язык ученых на и в европе хотя уже был мертвый язык практически его все равно изучали на нем продолжали до сих пор на нем там биологи да там виды называют в медицине до сих пор этот язык да вот так вот c++ это латынь в информационных технологиях если ты его знаешь что намного легче понимать другие языки но кроме того он эффективен работать на олимпиадах так я как мне себя интересно тут открыть ну пусть будет вот так очень хорошо так значит мы с вами в прошлые два занятия разговаривали о следующих темах первое было вводное занятие про типы вот вывод языке c++ и разные операции с этими типами частности битовой операции в том числе вот второе занятие было про ветвление и циклы и сегодня снова занятие про ветвление и циклы немножко мы можем немножко можем принципе попрактиковать сразу могу показать какие-то вещи как пользоваться вот но сегодня я хотел поговорить начать все-таки разговор с алгебры логики в применении к программам дело в том что когда у нас происходит ветвление или цикл нам необходимо строить детерминированную логическую конструкцию детерминированность а значит она должна вести себя строго определенно не какая-то квантово-механическая что одновременно и туда и сюда нет вот строго по какой-то конкретной траектории развивается вычислений и поэтому в блок схемах это соответственно вот так вот отображается то есть если да то сюда например если нет то сюда но должно быть высказывание какое-то до высказывание которое формально логично то есть она следует правилам формальной алгебры логики вот аристотелевая логики в которой есть либо да либо нет поэтому мы с вами будем говорить про да поскольку у логики в ее истории развития было несколько этапов один из первых этапов это аристотель который древнюю логику там строил рассуждение классифицировал дедукция индукция ну да я не могу сказать он ли первый это классифицирован аристотелева логика была в средние века отточена просто до отшлифована в католическом в католических традициях в школах схоластов вот там очень практиковались вот эти строгой строгий формальные логические споры вот в которых нужно было там доказывать отставить но самая главная фишка да в том что и строгость либо да либо нет истина да и ложь соответственно новое рождение логики связано в том числе с трудами джона булля это английский ученый соответственно ее называют булева булева логика и надо сказать что компьютеры современные они называются булевские компьютеры именно потому что в них вот эти два состояния вообще-то можно было бы принять и по-другому но принято так что истина это единичка ложь это ноль надо сказать что в языке си плюс плюс на можно использовать любое число в качестве логического значения то есть мы можем всовывать вот сюда в выражение любое число при этом ноль является ложью а любое остальное кроме нуля истина но все-таки принято пользоваться специальным типом которые в честь джона булли называется bull и вот этот тип собственно хорош тем что у него есть только два состояния реально переменная вот этого типа если опишу такую переменную скажу там bull flag например то вот такая переменная будет занимать не один бит да ей просто потому что в памяти компьютера неудобно хранить по одному биту поэтому что она реально будет занимать байт например да то есть некая удобная скажите пожалуйста видео отправляется хорошо не дергается ну окей жить можно да это я вижу что просто мне в обратку спасибо спасибо за это за напоминание итак ладно но если будет критично вы это самое сообщите пожалуйста я попытаюсь что-нибудь сделать может даже прервемся но если не критично давайте продолжать лучше соответственно вот такая вот булевская булевский тип для того чтобы были была возможность строить вот эти логические высказывания надо сказать то есть я на самом деле могу таких переменных создать довольно много дам а б я могу переменную описать тип и дальше переменные перечислять через запятую соответственно с этими переменными можно что-то делать да во первых в них можно положить некие значения но вопрос какие есть по старому по старому я могу положить туда вот я вот так вот единицу тип логический буллин булл совместим с целочисленным типом с типом int и можно взять и присвоить целочисленное значение в булевскую переменную при этом будет происходить так называемое неявное приведение имен то есть приводится тип к буллиану понятно на при этом это станет правдой но есть все-таки более традиционный способ отдельно да прям сразу дать значение именно этого типа и вот эта константа до называется вот эта константа буллевского типа в python true пишется с большой по моему булковке да и фоллс с большой а в на си плюс плюс с маленькой соответственно это готовая константа до соответственно вот я могу вот так вот сделать да там а true там в бе фоллс положить соответственно истина ложь да они вот так вот соответствует истина true ложь фоллс и они равняются в каком-то смысле единички нолик в том смысле что не только мы так в принципе как сказать в таблицах истинности записываем а если я создам переменную целого типа and x и положу туда переменную логического типа то компилятор в этот момент не будет бить тревогу он не будет говорить как я не понимаю что делать нет он молча возьмет это что там лежало превратит в число вот она превратится в единицу понятно вот такая вот простая логика вот ладно что дальше хотел сказать про логические операции которые есть для них соответственно логические операции только давайте флегнар на длинноватое название пусть будет называться f я создаю несколько переменных этого булевского типа я в переменную f положу и а и б возможно вы привыкли к тому что вот это логическая операция вы знаете конечно же в питоне пользовались но а а вы привыкли ее видеть внутри логических конструкций то есть сразу если тра-та-там то да так нет то что кстати в питоне тоже можно просто вычислить логическое значение и положить его себе в кармашек вот такие флаговые переменные да вот которые содержат только либо да либо нет они очень бывают полезны надо сказать здесь еще нечто интересное дело в том что вот в этой конструкции до а и б не всегда будет вычисляться вот это и вот это дело в том что логическое и я надеюсь вы помните про него в принципе да вышли проходили наверняка арми алгебру логики ходит где-нибудь да и вот если построить вот такую табличку до эй энд би ну в алгебре логики она там формальной алгебре логики вот так обозначается эта операция да вот в языке программирования ну все в частности да она обозначается вот так вот двойным амперсендом но я все-таки люблю пользоваться универсальным вот таким и энд би да вот тем самым как это в в тем самым как это в питоне и все плюс плюс это работает это стандарт для большинства языков программирования вот и со 646 если кому нужен номер стандарта короче 0 0 а и дает 0 0 это имею ввиду ложь ложь истина соответственно и дает ложь истина ложь дает ложь истина истина дает истину соответственно соответственно если я напишу вот тут вот или да то согласно алгебре логике какая будет какое будет вот итоговое значение и б и и или б вот соответственно что у меня получится ложь 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 истина 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 ложь истина 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 соответственно истина это так называемое не строгая или на потому что если переводить на язык естественный да прошу друга друг на принеси мне чая или кофе он не принес и чай и кофе на я принес тебе чай или кофе и вот вопрос он сказал право он говорит правду или нет если он принесся то и другое вот ну вот дело в том что существует еще один вид или до исключающие или в котором у которого ровно здесь будет ложь так такой или называется ксор исключающий или но при построении логических высказываний все-таки удобнее пользоваться обычным или ну и третья операция она примитивная поэтому я ее в конце напишу соответственно она принимает один аргумент до справа она унарная операция справа не что-то вот соответственно на 0 1 на 10 ложь истина истина ложь так что я хочу вам сказать почему я вам рассказываю алгебру логики на информатике на программирование дело в том что эти операции ведут себя в программировании немножко не так что имею ввиду если операция давайте в начале и если у меня операция и в начале вычисляется то что стоит слева и если то что стоит слева является нулем ну ложью точнее да если она ложь то результат уже однозначно ложный правда согласны товарищи достаточно проверить первое да и тогда то что находится справа вычислять будет не нужно а если то что стоит слева истина тогда приходится проверить то что стоит справа понятно логика до вторая история давайте я вторую а я сейчас поясню вы сейчас удивитесь этому я надеюсь давайте f равно да там эй или беда а я хотел здесь наоборот н написать да а здесь или соответственно так вот а в случае или если то что слева стоит истина тогда уже не важно что стоит справа да если я говорю это тряпка зеленая да или обычно у меня кружка с кофе но я не донес ее очень хочется кофе она на кухне это тряпка зеленая или у меня в руке белый мел там точно мелок но я не говорю какой да и вам не важно если вы знаете что тряпка зеленая и высказывание содержит или исключающие то это уже сто процентов однозначно правда зачем в этом случае вычислять выяснять какого цвета этот мило он зеленый а мог быть белый понятно логика да и в этом смысле есть способ полениться да вот они являются ленивыми они ленивые как это увидеть слушайте дело в том что здесь не требуется особенных вычислений нет чего то что происходит но но не всякая операция такова бывают операции у которых есть побочный эффект например операция вот такая вот такая вот операция x плюс плюс что делает эта операция она возвращает значение равное старому значению x а и при этом увеличивает x на единичку это действие с побочным эффектом то есть если я сделаю так y равно x плюс плюс вот так вот сделаю да то у меня сюда сюда будет возвращено значение равное старому значению x а но при этом я увижу факт x увеличился да если это выражение вычислено то x увеличится ясно я с легкостью могу сконструировать логическое высказывание в котором будет побочный эффект смотрите слушайте может быть мне проще это сделать сразу на компьютере потому что это красиво увидеть давайте код blocks в руки и поехали так у меня где-то был наш наша репа я ее еще и где я не открывал последний раз под линуксом я работал или нет че под виндой окей значит сейчас мы туда передвинемся ушам не так конечно будет комфортней впрочем мне не так сложно будет и под виндой тоже только репу надо обновить так сейчас я уже не буду пока час под линкс переходить потом перееду так где это у нас я же где-то это сделал да где-то вот это у меня файлики валялись сейчас я разыщу где-то лежит документах значит я бы это самое просто из репозитория подтянулся свежие эти самые свежие данные cd что там cpp вот он наш лепо гид статус ага интересно почему тут такое самое гид пул а это посещаемость вытягивал окей вот наши леса на мкадир лесон 03 так и соответственно ок значит и мы можем туда что-то теперь создавать значит давайте самый лэйзи булл лэйзи булл оп опс так то что такое я взял и забыл cpp написать еще раз ну давайте по-другому сделаем новый файл опс оперейшнс окей все видно хорошо мне это все хорошо видно так друзья на я думаю что я все-таки сейчас на секундочку прервусь схожу за кофе и через минутку вернусь хорошо я не буду отключать сейчас трансляцию вот итак а я сейчас рассказываю вам про ленивые операторы поехали значит я что какой хочу привести пример чтобы вы это увидели а я заведу две переменные это будет собственно переменная x равной единички и переменная y равная ну там двоечки например да и дальше ну я могу там разные потом значения выдавать и буллевская переменная флаг которая неважно сейчас она будет вычислено и дальше делаю следующее смотрите я говорю флаг равен будет чему x увеличенный на единичку да но дело в том что здесь еще старое значение икса x плюс плюс равен сравниваю его с но давайте с единицей да и и грек до энд и грек до плюс плюс сравнивая тоже с единицей да вот так вот я сделаю то есть вот это высказывание она по своему логическому значению соответствует просто икс равен единице или и грек равен единице понятно то есть этот плюс плюс не отражается на значение которое вернется вот в этом при расчете этого выражения вам ясна вот эта логика это побочный эффект который на по мере вычисления еще и сам x меняет понятно сама пи сама переменная но она нет она меняется не в нет 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 она не меняется что локально да иначе пьяный сказал так плюс один в скобочках ну тогда я просто вычислил новое значение и но x сам остался прежним нет это именно что сюда как раз и возвращается старое значение икса чему он равнялся утром равнялся единички вот в рамках вычисления вот этого выражения он будет равняться единички то есть это на самом деле аналогично следующему как если бы я сделал в 1 а потом прибавил x до единичку и y единичку да при этом значение старые есть другой вариант вот этой операции до плюс плюс когда мы вот так делаем в этом случае да это бы то есть если я впишу вот эту конструкцию вот сюда то это вы что изменился x изменился y и потом уже измененное значение икса сравнивается и измененное значение y понятно то есть это это именно что возможность изменить переменную по ходу дела то есть обычно это отдельные конструкции пишут да плюс плюс этот самый или минус минус но иногда его можно вставить и в выражение но в данном случае я специально внедряю вычисляемое выражение побочный эффект для чего чтобы увидеть факт вычислений на самом деле есть еще один способ знаете какой я могу еще проще сделать давайте для начала сделаем это вот так вот да а сейчас я что сделаю sea out я действительно здесь не сделал using namespace std вот это одна из фишек которые реально нужны уже на уровне продакшена то есть когда вы делаете какой-то там супер пупер код тогда наоборот наговорить о лучше юзингами вообще не пользоваться в вашем случае плевать пользуйтесь этим using namespace std вы школьники просто магически сказали и поехали и так в стандартный поток ввода в стандартный поток вывода отправим этот самый флаг чтобы увидеть собственно значение да но кроме этого я хотел бы еще увидеть я добавлю сюда пробел точнее я напишу x равно да ну или так вот я равно равно напишу чтобы подчеркнуть запятая пробел x я вставляю вот эти строчки чтобы у меня можно было прочитать о чем вообще будет что сейчас вообще будет выводиться ну вот и в то же время да ну здесь видите да я такой многоэтажную отправку делаю все в тот же самый поток вывода ну и в конце перевод строки окей двойные кавычки строка одинарные кавычки один символ но можно в принципе и один символ сделать просто строка длины один это тоже можно сделать так ну точку тогда поставлю короче и мы сейчас увидим собственно побочный эффект запуская это с различными значениями давай дорогой yes и так что мы видим что x равен 2 y равен 3 видите да x равен 2 y равен 3 то есть случилось два побочных эффекта эти у меня и x увеличился и y увеличился это логично с точки зрения что ну вычислилась и левую часть вычислить правую часть ну и а за одной флаг посчитать на флаг у меня ноль да он выводится видите как просто ноль хотя там есть опция при помощи которой можно сказать чтобы он выводил булев булевские значения в дел как true false но я не буду сейчас над сяутом издеваться и говорите может чтобы он так выводил это неважно важно то что на вычислены сейчас оба выражения но я сейчас сделаю небольшое изменение ну не там x в двойку загоню например да и окажется что первое высказывание ложно в этом случае второе высказывание вычислять нет необходимости понятно давайте запустим перекомпилировалась запустилась и мы видим что что x у меня увеличился над ним случился побочный эффект а y не увеличился побочный эффект не случился на самом деле а есть такая простая операция операция запятая при помощи которой я могу сделать высказывание явным образом вот она чтобы пока показывала само по себе хода свое значение вы смотрите буквально в одну строчку и сейчас запишу чтобы он не вычислил логическое значение при помощи ленивой операции допустим то той же и например на самом деле стоило бы поисследовать еще или вот здесь вот до показать что тут вот все за готова к тому чтобы дайте в начале или сюда загоню и мы посмотрим что будет с или с побочными эффектами то есть когда компилятор лениться и вот опять перекомпилировали да мы видим что побочный эффект случился и там и там да почему да потому что первое высказывание было ложным и он стал вычислять второе высказывание но она тоже оказалась ложным поэтому результат ложь да но тем не менее да она была вычислена почему это бывает ценно такое бывает когда это реально удобно использовать когда вы выписываете это выражение так что второе высказывание имеет смысл только в том случае когда первое высказывание ну там в случае или да когда первое высказывание ложна только тогда мы имеем право вычислять вот это высказывание ведь вычисление может быть довольно сложным понимаете вы это может быть какой-нибудь вызов какой-нибудь функции а эта функция понимаете она например идет в интернет понимаете да или что-то еще делает да то есть это может быть целое действие с большими побочными эффектами с банковскими транзакциями там не знаю списать самое получить количество денег списанных со счета да равно списать их со счета там paypal или со счета банковской карты до соответственно он если это окажется истинным он даже не будет пытаться вот это действие вычислить вы поняли логику да вот это ленивость или например вот 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 тут вы вписываете если индекс вашего массива или давайте так пока индекс вашего массива не вышел за предел массива да и массив в этой позиции до массив в это пока и меньше нуля на такая будет такой будет у нас алгоритм в котором это встретиться пока индекс меньшим прошу прощения наоборот пока индекс разумен пока он больше ну либо равен или слушайте давайте пока он больше нуля и при этом значение массива нам давайте больше либо равно все таки я напишу вот так вот хотя так пишет не пишется там больше потом равно и при этом массив вот этого индекса до массивов надо дожить пока не торопитесь доживем но тем не менее то есть вот это высказывание она если вот это уже не правда то она может быть уже не с немыслимо да и в этом смысле вы знаете в алгебре логики у вас а и б до а и б дождественно равно б и а на это знаете это закон коммутативности перестановочный закон до а или б то же самое до что б или а так вот ребята в программировании это не так в большинстве языков и и или являются ленивыми и эту логику вкладывают в программу простите что я так заострил на этом внимание но во первых надо знать про сам факт того как работают и или и не и второе надо знать про то что они ленивые и это иногда не прям заложено в программу и вы можете закладывать эту логику второе выражение права не вылить вычисляется не всегда а только тогда когда по первому составляющему нельзя понять результат так давайте я все-таки на этом остановлюсь этим мы пишем этот побочный сектор x насколько увеличивает ну на единичку всегда на самом деле операции любые операции со своими объектами можно переосмыслить говорят перегрузить ну что же поехали значит в прошлый раз я учил вас работать с потоками чисел как при помощи этого цикла for на так и при помощи цикла while и рассказывал что есть два основных вида вот этих потоковых потоковой работы это обработка это когда мы заранее знаем длину потока чисел нам первым числом говорят их все будет там 25 тысяч а а потом мы отчитываем просто нужное количество итерации а второй вариант когда нам говорят ну сколько будет столько будет но в конце придет терминальный элемент да вот соответственно мы заранее ничего не можем предположить но тем не менее мы тоже можем идти вот эти вот это дело вычислять вот собственно задачка прошлого занятия она была вот на то чтобы вы научились работать с потоком чисел с терминальным элементом вот но и в первом и во втором случае есть одна ценная простая очень ценная штука это фильтрация фильтрация потока как это идут вам письма на ваша задача эти письма просто посылать дальше то есть у вас есть поток ввода поток ввода до std in сюда поступают числа std out сюда вы должны выплевывать то есть на стандарт ну на c out объект я на первом занятии как раз рассказывал про то что есть поток std in который обслуживает объект c in есть поток std out а который обслуживает объект c out объект потока вот на самом деле существует также файловые потоки но до них мы тоже должны сильно дожить так вот еще раз говорю числа поступают числа вы выплевываете но вы должны сделать выбраковку то есть выплевывать туда не все ну а только некоторые конкретные вот такая фильтрация значит что мы для этого сделаем это будет выглядеть примерно следующим образом пока x не является терминальный ну как у нас там терминальный мы предполагали 0 так в качестве учебного примера пока x не равен нулю простите это питоновские замашки пока x не равен нулю естественно что к этому моменту 1 x должен быть считан сейчас простите пожалуйста ненадолго и так ну с фильтрации уже закончили алгоритм евклида алгоритм евклида и так есть два числа ехта рисовал отрезками хочется найти такой отрезок который позволяет измерить а и измерить б эта задача о соизмеримости и надо сказать что эта задача нетривиально древние греки в свое время обнаружили что у равнобедренного прямоугольного треугольника до у которого вот здесь вот один неважно локоть метр акр да и вот здесь вот один да так вот вот это вот нечто вот этот отрезок который у него вот здесь вот он никак не может быть выражен как доля вот этой единицы его нельзя записать как m разделить на n но из-за этого пифагор проклял геометрию ну я не знаю там делали он обряд проклятие какой-нибудь но смысле того что он занимался просто числами а геометрию не считал математикой вот так вот вопрос соизмеримости на самом деле важен да вот евклид он задается этим вопросом а как какой наибольший какую наибольшую нужно взять меру которой можно посчитать штук в б и кусочков а естественно что c будет какой-то дробной долей от а дробной долей от б то есть c является делителем до делителем а конечно могу конечно надо сделать так чтобы автоматически всех пускалах а где это как-то сделать наибол выйти нрум дизайбл 2 тимом я кажется его отключил повторите да наибольший общий делитель на самом деле делителей то много но наибольший делитель он самый красивый потому что если мы найдем наибольший общий делитель то все остальные делители общие общие другие делители они у нас будут делителями наибольшего общего делителя понятно посчитали что наибольший общий делитель шестерка когда говорю значит все общие делители это просто 1 2 3 6 ну и еще для целых чисел общий делитель всегда существует это единица единица делит любое из натуральное число поэтому для натуральных чисел общий делитель это всегда есть поэтому наибольший уже имеет смысл формулировать да так вот если нарисовать собственно блок схему то мы получаем с клавиатуры два параметра а ибо два числа дальше мы начинаем брать и сравнивать да я не рассказал сам алгоритм а идея его в чем если c я его пока не знаю но она укладывается целое количество раз вот на этот отрезок и целое количество раз на вот этот отрезок у меня не укладывается целое количество раз я из-за этого чуть-чуть а уменьшу если у меня укладывает целое количество раз сюда и сюда да то тогда говорит евклид извините а плюс б тоже должно делиться на c но это мне не очень интересно а вот то что а минус б тоже будет делиться на c это кул потому что тогда да я могу взять и получить новый отрезок на который также соизмерим при помощи c он измерим при помощи c в целом количеством накладывания этого отрезка ясна логика да и соответственно я могу сделать некая новая а штрихованная да которая будет равняться а минус б да и она то есть по сути я взял от отрезка а отломал кусок равный б игры пусть это будет новая а и наибольший общий делитель а и б до оказывается равен наибольшему общему делителю от а минус б и б логично соответственно что можно сделать дальше сравнивать вот этот штрихованный и вот этот и повторить эту операцию еще раз и это цен ничего неизвестен то есть я его намалевал тут сколько-то раз да но это как знаете учитель подглядывает в то что делает ученик потому что уже знает ответ мы сейчас видим и знаем ответ какой будет c то что я так и поставил эту задачу но что мы сделаем мы берем возьмем и ну а теперь я не могу из а вычесть б потому что у меня а уже меньше а мы работаем в положительных тогда я наоборот сделаю а давайте сломаем б и от б отломаем но я перенесу этот а до сюда а штрихованный уже да я бы давайте теперь от б отбросим кусок до который соответственно и мне будет некая новая б штрих равная б за вычетом а на которая стала более коротким да потом я говорю из а давайте отрежем этот кусок отрезали еще бы по-прежнему еще больше чем а давайте отсюда отрежем и у меня вот она возникла ситуация когда у меня эти два отрезка стали равны друг другу да то есть вот эту операцию вычитание давайте из а вычтем бы нет давайте из б вычтем а из а бы мы будем повторять до тех пор пока два отрезка не станут равны друг другу на самом деле можно попробовать немножко дальше добавить математической паранойи и сказать а давайте еще раз вычтем из какого-нибудь какой-нибудь не знаю там из а б из б давайте еще раз добьем зачем а тогда один из них станет равен нулю это очень четкая ситуация когда вот просто да дал до упора просто у того вышли и тогда что тогда второй из них оставшийся будет являться наибольшим общем делителем на самом деле когда они равняются это вполне логично все ну вот он вот он кусочек которым мы и это сам он у нас просто как это вот так вот мой вот раз 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 и он как на сити так просеялся вот он у нас остался наибольшей общей длитель ладно давайте в начале классику знаете так вот если а равняется б тогда мы сразу имеем этот наибольшей общей длитель и можем его распечатывать неважно кого а или б да допустим а если же нет да если же нет тогда мне нужно в начале выяснить а кто из них больше если а больше б тогда мне нужно вычитать из а б ну я напишу минус равно мы же знаем этот оператор присваивания до уменьшить на а если нет ну тогда б минус равно а то есть б уменьшить на а и в любом случае вернуться к проверке они стали ли вдруг а и б равны друг другу в любом случае этот цикл закончится на каждой конкретной итерации я буду пробегать либо тут либо тут да итак давайте быстрее его реализуем я хотел бы на доске рисовать блок схемы опрограммировать это дело собственно на компьютере поэтому давайте сделаем новый файлик в котором заведем парочку переменных и и б целые естественно ну тут можно было бы поставить как иметь большие числа там 64t да давайте мы это дело обсудим давайте мы это обсудим подождите секундочку хорошо вам уже рассказывали с остатками но я просто хотел как шажочек тоже сделать окей а кто спрашивает еще раз владимир 9 класс или 8 я 8 проходили слушайте ну простите что я тогда это самое задерживаюсь на этом вопросе может быть надо быстрее проскочить эвклида я уже сделаю значит 02 и уклит эвклид дифтонг греческий я у как его поэтому я уропа европа так спрячься компилятора у меня была такая специальная штука этот назывался минимал перспектива и тогда все будет крупнее и так хочу я хотел я хотел сейчас распечатать сделать цикл пока что у нас а не равняется бы до считать прошу прощения с клавиатуры c in a b в конце вывести а ну и перевод строки вот а теперь пока а не равняется бы осуществлять следующие действия если а больше б тогда мне необходимо из а вычитать б а минус равно б а иначе б минус равно а я не могу здесь не проверять равняется он там этот самый а равняется бы или нет потому что я уже зашел в цикл только в том что в тело цикла только если они равнялся бы вот так что вот здесь в результате я уменьшаю больше при помощи меньшего да я здесь сделаю комментарий потому что это не совсем очевидно а так будет яснее да вот уменьшаю большее число при помощи меньшего но вот и в результате я вывожу неважно кого потому что я выхожу из цикла только при одном условии когда они когда вот это не правда они правда это может быть когда не не да не не а равно б то есть они равны друг другу поэтому все равно кого поехали запускаемся что тебя не устраивает а не устраивает его то что файл называется еуклид c а должен называться еуклид cpp потому что естественно в сишном нету такой библиотеки и острим я не должен забывать и делать небольшую разницу между си плюс плюс и си в используемых библиотеках ну давай что тень устроил точку запятой забыл компилятор ваш друг а не враг любите компилятора слушайте то что он вам пишет итак давайте введем пару чисел но допустим 18 и 12 ответ 6 ну собственно что сделал на самом деле можно было здесь ввести отладочную распечатку в которой он бы распечатал мне и а и b я бы мог видеть как они меняются то есть при входе на цикл он бы мне их например распечатывал и тем самым я увидел бы происходящее там на самом деле здесь пробел тогда надо распечатать вот и вот так вот я увижу их состояние если я впишу эту распечатку вот сюда это называется отладочная печать дебаг да и вообще говоря на ее не с нельзя не стоит нельзя ее оставлять в итоговом программном коде то есть то что задается он не должно содержать вот этой отладочной распечатки но она очень сильно помогает разобраться что происходило разобраться в сути происходящего чете не нравится дорогой я забыл одну операцию написать еще разок давай перекомпиляция прошла успешно давайте 1824 и вот у меня видите три отладочных печать эта программа была бы хороша если бы что если бы не получилось так что ее можно заглючить я могу взять и написать сюда 100000 а лучше миллион и какой-нибудь маленькое число пар двоечку и как видите он берет и при помощи двойки до вычитает из вот этого гигантского числа вычитает двойку хотя очевидно что двойка и является в данном случае я хочу прервать этот процесс прервется или нет control c ковров винда control break то есть получается что не это неэффективно а вот я сделаю маленькие шажочки давайте все таки скажу так а давайте идти до чуть чуть большего упора пока а не равно нулю и б не равно нулю я это делаю для чего если я поставлю вот такое вот условие тогда у меня вот этой операции выполнится еще раз и из b вычтется а дополнительно понятно когда они будут равны друг другу и тогда б занулиться но есть шанс что ну трудно себе представить но можно себе представить вот такой я специально оставлю вот так вот до что у меня могу произойти наоборот из а вычиталось бы вот если я вот это сделаю то в принципе да и у меня а bb станет равным нулю а будет у меня отражать нужные числа ну давайте запустим 1824 60 ну ок но он не выдал что шестерка ну я как мне выдать в этом смысле здесь достоверно смотрите а плюс бы почему не а плюс б а плюс 0 до более того это более адекватно если вдруг по какой-то причине у меня а за нулилась а бы не ну а теперь смотрите дополнительно да а как мне вычесть сразу много раз вычесть сразу много раз это как сделать операция которая а нет нет есть математический способ это сделать посмотрите а минус б да причем сделать это сразу сколько-то раз до к умножить на б да причем столько раз пока у меня а не окажется меньше б да да знаете что у меня получится вот это вот это будет что собственно такое это будет остаток да а это будет что такое это будет частная слушайте я не помню как девайзера девайзер сейчас девайзер был девайзер ну короче резалт эта штуковина называется частная да а это остаток согласно я есть я сейчас простите прям в языке программирование рассуждаю математически то есть если а делю на б нацела то у меня есть частная и есть остаток согласны товарищи ну и они вот в таком математическом соотношении я говорю а давайте я а да да поделю нацела на б и при этом возьму остаток а для этого есть специальная операция вот она эта операция взятия остатка она еще называется взятие по модулю да это взятие остатка до вот тот кто спрашивал владимир по моему да он был в курсе именно вот этого варианта алгоритм да и здесь тогда остаток собственно я остаток буду записывать обратно в а то есть вот эта штуковина она и получается что это по сути а равно а минус b но не один раз а до упора то есть до тех пор пока они окажутся меньше чем бы причем это еще и математически выгодно то есть да мы заменили операцию вычитания операции ей деления но учитывая что но иначе там вычитать было тысячу раз или миллион до 500 тысяч раз а так я это делаю одной операции сразу и вот согласны для этой операции есть вот такая краткая форма а процент равно бы ну как есть вот между операции минус было да я могу сказать а минус равно бы согласны так и для операции взятия остатка тоже есть вот такая сокращенная форма да давайте я сокращенную форму запишу вот сюда ясно таким я специально делаю просто ну там ровно наоборот да в б кладется б поделенная на цело на а смысле взять взят остаток при длине на а и вот здесь в результате то и получается что то ради чего я плясал она так нужно но на самом деле еще можно круче сделать этот алгоритм давайте сейчас проверим что она работает то 2418 я все время запускаю до 2418 а вот он шестерка но видите как мало до действий тынц тынц а теперь давайте запустим его с какими-нибудь большими числами вот тем же самым например на миллионам а числа то я in 64 сделал да то есть принципе это сюда могу еще побольше сделать это число двоечка и число двоечка как видите да было найдено за одну итерацию просто он сразу взял вычел двойку из вот этого вот гигантского миллион миллиона до оттуда а за одну операцию вычел ее до смысле взял остаток он получился равным нулю со а стала сразу из этих сотен тысяч миллионов стало сразу равным просто тупо нулю и он вышел сказал бы это чем наибольший общий длитель ясно ну и это будет работать там намного эффективней есть маленькая уже фишка что вот в этом месте можно еще улучшить дело в том что у меня все время происходит следующее то есть если сейчас буду делать как сказать еще немножко изменю это отладку я добавлю вот здесь вот хочу увидеть какой кейс случается да вот здесь вот я сделаю один сяут а вот здесь другой сяут на дебаг до запятая кейс ван дебаг запятая кейс 2 чтобы увидеть и я увижу что даже в самых сложных случаях эти кейсы у меня меняются потому что у меня каждый раз вот этот остаток по модулю он все время меньше того на что я делил и так давайте-ка возьмем какие-нибудь непростые числа вот длинненькое непростое число вот два вот таких вот числа дайте вот и вот так вот сделаю вот он здесь сделал немало операций до в результате оказалось что эти два числа взаимно простые взаимно простыми называются если у них наибольший общий длитель равен единице у меня случайно получалось абсолютно случайно два взаимно простых числа но посмотрите что он делал до кейс ванка из 2 кейс ванка из 2 кейс ванка из 2 да почему да потому что результат вот этого действия всегда превратит а в число меньше чем то на что мы делили на что мы брали остаток остаток при линии на 10 от 0 до 9 остаток при линии на 5 от 0 до 4 да ну и так далее таким образом на самом деле я могу сделать следующее а почему бы мне не брать и не менять их тупо местами то есть вот это вот это красиво я не хотел бы сейчас вот это дело удалять то давайте создадим еще один вариант чтобы вы увидели как можно иногда до 0 3 уклит соответственно укороченный да нельзя в котором это не будет соответственно вот этого вот и фа уже хотя я ради и фа его во многом показывал сочетание с вайлом смотрите я говорю подождите ну пусть а больше б до пусть а больше б либо равно я в это допустим верю тогда я делаю вот так да и кладу его в а а теперь я говорю но теперь-то а точно меньше б не просто даже не меньше либо равно прям именно точно меньше поэтому давайте в следующий раз я буду делать то же самое и я а и б поменяю местами но в прошлом в самом первом занятии я объяснял что вот так все плюс плюс не работает оператора запятая все плюс плюс значит совершенно другое и мы сейчас не будем обсуждать что да поэтому для обмена двух переменных значениями нам придется воспользоваться третьей ауто что такое ауто это возможность создать тип автоматически не не описывать тип а сказать компилятор ну ты посмотри что я сюда присваиваю и сам определи какого типа она должна быть у кого-то звук а да ну что же вернемся в наше обсуждаловках так вот я меняю местами я сохраняю старое значение в тмп дальше в а кладу б и в б кладу старое значение а которая у меня валялась темпы это обмен переменных значениями такой своп получился все легла логика да и еще поскольку все время по сути из а вы читаю б то это нужно делать до тех пор пока б не равно нулю пока б не равно нулю так а результат будет всегда валяться в а то есть вот такой вот сокращенный вариант он еще и на относительно красив вот впрочем я уже не могу сказать он короче пишется да я сейчас случайно парочку чисел ты елки-палки а ну я же дебаг убрал я не вижу процесса но опять два взаимопростых числа получились так друзья сейчас перерыв будет значит временно перерыв будет на минут 15 может быть даже 20 вот после этого я буду рассказывать про вложенные и каскадные условные конструкции и еще мы расширим с вами индуктивной функции и поговорим про использование вот тех самых переменных флагов а когда возникает ситуация что нам реально нужна булевская переменная то есть мы не просто формулируем условия это больше того или тра-та-там вот я хочу чтобы это прям вот ну легло поэтому нас занятие может он даже чуть длиннее получится чем обычно 15 минут прерываемся через 15 минут я рассказываю этот то что сказал я не останавливаю конференцию но может друг другом пока пообщаться ну что же мы с вами сейчас сделали вложение ветвление в цикл на примере алгоритма эвклида но бывает ситуация когда нужно сделать множественное ветвление у меня есть ощущение что я это вам рассказывал на прошлом занятии как-то задел ну вот но на всякий случай вы меня поправьте пожалуйста очень жду сейчас обратную связь от вас я вам объяснял про множество возможностей и про то что она может быть нужно не рассечь его напополам да да или нет ну каким-то условиям а сделать более сложное такое деление рассказывал я про это или нет проветвление на много различных ситуаций ну ладно я в любом случае тем более что есть те кого не было в первый второй раз значит слушайте представьте себе что это как в теории вероятности до множество возможных состояний случайных событий ну то есть всевозможные состоянии переменных естественно гигантское гигантское хоть и конечное множество да у каждой переменной комбинаторный взрыв гигантское множество вот я его могу рассекать какими-то условиями выкусывать говорить да или нет то есть соответственно использую эту информацию продай или нет там делать некие действия так вот я могу рассекать множество возможностей возможных состояний различных переменных и так далее вложенным образом то есть я спрашиваю например я беру человека в команду если он в команду по баскетболу если он раньше играл в баскетбол на то тогда я его сразу беру плюсик ему а если он раньше не играл в баскетбол тогда возможны разные ситуации да ну например если он там не за девочка или мальчик но я уже если он раньше играл в баскетбол то все вопрос этот даже не ставится а тут не так девочка или мальчик допустим девочка да девочка или мальчик если девочка то тогда там какие-то требования будут одни например может ли эта девочка не знаю там прыгать на полметра в высоту да я беру и делаю некое дополнительное отделение может прыгать или нет да если да то соответственно я ее беру да и у меня получается вот вычленяется такое подмножество подмножество да по по некоторому критерию на подмножество ситуации в данном случае а если мальчик тогда буду задавать другой вопрос а ты можешь подтягиваться там 15 раз да и у меня другое деление по другому совершенно принципу да и вот видите это получается таки вложенные вопросы которые превращаются в так называемое двоичное дерево двоичное дерево они еще называются деревья решений существует даже такой алгоритм искусственного этого машинного обучения искусственный интеллект на способ создавать вот такие деревья деревья решений и при помощи них их эволюции некоторые обучать обучать алгоритм чтобы он принимал решение вот но мы будем просто вгонять по сути свою собственную логику в готовый если иначе и так далее у нас есть базовые конструкции какие это если да и вот это вот команда тогда является командой которая будет выполняться только при условии если же это условие ложно то команда которая заключена в тело условного оператора просто не будет выполняться и мы проходим либо мимо либо заходим сюда все зависит от того какое вот здесь вот условия либо в какой возможный вариант уж если мы ставим вот сюда иначе то у нас есть заглядывание сюда то есть мы либо это выполняем либо это выполняет то есть либо прямое действие либо альтернативное на невозможная ситуация когда ни то ни то не выполняется да или что сразу оба то есть это нужно два раза сюда прийти чтобы могло произойти по разному так вот но тем не менее вот эта конструкция позволяет нам разделять ситуацию на два случая что мы можем сделать мы можем вложить внутрь этой конструкции вот сюда дополнительное ветвление с дополнительным условием и более того она тоже может быть то собственно с if else да то есть там может быть дополнительная конструкция естественно ее в этом случае вот так вот выделить но на простите она несколько так вот на доске на питоне она выглядит красиво а тут слишком много скобочек да но тем не менее я сделаю вот это вот если условия 1 давайте какое-нибудь конкретное если x например а давайте лучше так если y больше нуля если x больше нуля тогда что слушайте я сейчас не буду ставить фигурные скобки только потому что мои вложенные команды будут размером ровно в одну команду но это надеюсь вас сильно не запутает в этом случае я скажу ребята давайте у меня есть две переменные x и я хочу чтобы у меня происходило распечатка если у меня первая четверть так она и печаталась буковка ай латинская заглавная если во второй четвертью то ай ай если в третьей четверти ай 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 если в четвертой то ай ви заглавные да соответственно в этом случае я говорю си аут чего ай да ну и там перевод с каретки на вот так вот слушайте да я не буду перевод каретки печатать пускай вот так вот будет перевод каретки один раз в конце могу печатать если что это я все все нахожусь еще в рамках вот этого если а здесь я говорю а иначе получается что это правда я попал сюда но вот это оказалось неправдой получается если это и вот это да тогда сюда а если она ложь тогда я попаду вот сюда но при условии что вот это первое условие еще истинное да иначе бы я сюда в принципе не попал тем самым я разделил что называется первым первой дихотомии раздел говорю по игреку игрек больше нуля да я тем самым отсек все вот эти случаи третья четвертая четвертая четверть исключены а дальше я спрашиваю а x больше нуля если да первая четверть нет вторая соответственно здесь я делаю else надо сказать что еще раз это не не питон поэтому отступы не играют никакого значения кроме визуализации то есть чтоб нам легче было воспринимать поэтому либо нам надо честно расставлять фигурные скобки либо быть абсолютно уверенными что в каждой инструкции у меня здесь ровно одна команда надо сказать что в отличие от паскаля здесь везде нужны будут точки с запятыми если те кто на питоне писали если писали на питоне забудьте не надо думать про точки запятыми надо просто их вот здесь везде ставить а у паскаля там есть некоторая разница а здесь получается что говорю а если иначе то есть я говорю это не случилось игрек не больше нуля то есть наоборот у меня вот эта ситуация исключена тогда остается что либо 3 либо 4 четверть я делаю вот здесь вот вложенное разбиение говорю иначе если x ну давайте третью четверть в начале меньше нуля да ну и тогда сяут соответственно и и и да а иначе сяут соответственно и в что можно сказать вот эту программу хорошо потыкать и проверить как она работает у нас маловато времени чтоб я все успевал перенабивать и проверять и показывать но поверьте мне у нее есть глюки у этой программы есть неожиданное поведение для программиста который ее пишет дело в том что иногда случаются крайние ситуации когда пользователь вводит какие-то неожиданные данные а почему бы ему не ввести точку у которой игрек равен нулю и окажется что в этом случае игрек не больше нуля а значит очень важно вот этот предикат вот логическое высказывание инвертировать правильно я вот здесь его красным напишу игрек меньше либо равен нулю более того вот само вот это вот вот этот сам разбор он здесь у меня четыре строки занимает если фигурные стропки эти самые скобочки расставлю он может и 6 строк занять если просторно поставить то и 8 но он может быть на самом деле довольно большой длины и к моменту когда я написал вот этот элс я уже могу забыть о том а что собственно было в условии поэтому иногда имеет смысл дописать вот такой комментарий и тем самым по сути как это побрызгать водичкой на невидимку да у нас есть некая информация некий призрак да так называется ghost призрак в программе да когда некое логическое условие реально выполняется к моменту достижения какого-то места программа она всегда правда и мы на эту правду и опираемся но при чтении программы это не очевидно и вот этих вот невидимых призраков на которых на самом деле программист опирался при написании до которые имеют значение для происходящего их надо оживлять хотя бы при помощи на комментариях который компилятор просто игнорирует но мы увидим это глазами ну вот я вытаскиваю говорю y меньше либо равен нулю к этому моменту да вот но реально в элс никакого со скобками не надо писать элс это упнул просто вот это вот это высказывание будет вычислено однажды его достаточно вычислить однажды обнаружишь что она ложь чтобы прыгнуть сюда так ладно короче y меньше либо равен нулю да и у меня вот эта точка на оси абсцисс оказывается принадлежащий но по мнению программы принадлежит четвертой четверти а вот эта точка второй да нет 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 ни второй третьей четверти а вот здесь будет значит тогда с вертикальными будет забавно а если у меня x равен нулю но y при этом больше нуля тогда вторая четверть будет а вот эта точка будет принадлежать четвертой четверти вы понимаете да то есть вот эти точки а смотрите есть такой да момент что такие ситуации возможно стоило исключить заранее то есть может быть действительно стоило спросить если x собственно равняется нулю да или y равняется нулю да я вот так нолик перечеркну чтобы отличить его от буковки о и рассмотреть эту ситуацию вообще отдельно си аут и да и высказать там какое нибудь содержание ну например что точка на осях да на осях ну axis да ну или point давайте по-английски да point is он axis на оси да а вот иначе пойти вот сюда вот в это дело понятно ну если я не уверен в происходящем возможно мне стоит фигурную скобку поставить которая ну уж точно обнимет на фигурные скобки особенно когда большой блок лучше уж ставить потому что любая небольшая там добавочка и у вас эти отступы в c++ начнут играть против вас они за вас короче первый вариант это исключить эти ситуации да но я хотел бы предложить альтернативный вариант альтернативный вариант я могу явным образом выкусывать вот эти ситуации да про которые то есть либо я заранее догадываюсь о том какие баги могут возникнуть их предусматриваю какие особые ситуации могут возникнуть до по входным данным либо если их заранее не знаю тогда я себе лучше возьму гарантию говорю так давайте сделаем иначе если у меня y больше нуля и x больше нуля да вот я вот так вот скажу and в этом случае я скобки должен снаружи ставить до and соответственно кто x больше нуля в этом случае действительно это первая четверть сяут первая четверть иначе ну а иначе все остальное да то есть все остальное входит в это самое иначе говорю давайте так очень хорошо я иначе снова буду рубить на маленькую конкретную область вторая четверть и все остальное и я в этом случае напишу так иначе если else if иначе если иначе если что ну иначе если формулируем вторая четверть на y больше нуля and x меньше нуля ну в этом случае я говорю соответственно я во второй четверти сяут и и и говорю хорошо иначе но смотрите я уж либо попал сюда тогда я в принципе в принципе не попал вот в это иначе да я спрашиваю теперь а если вот так то есть тем самым уже исключена и эта ситуация она не случилось и это тоже будет исключена потому что и она не случилось тем самым к вот этому моменту вот в этот else попадает уже только третья четвертая полуплоской 3 ну если полуплоскость нижняя я снова делаю разбиение иначе если обратите внимание эта ситуация когда иначе если допускается писать в одной строке в python ровно по следам вот этого кодинг стайла существует специальный оператор элив иначе если потому что иначе в питоне были бы уходящие в право отступы все плюс плюс не надо в нем отступы делаются по вашему желанию и вот это желание ваше должно говорить вам что здесь делается ровно один отступ там в 4 пробел а вот и все ладно короче я хочу сказать что вот эти иначе если вот эта конструкция она прекрасна потому что она позволяет нам в результате вычленить такие ситуации до end x меньше нуля на тогда сяут и и и и и иначе если а вот теперь дальше интересный момент смотрите да иногда в программировании стоит проявлять паранойю y меньше нуля и x больше нуля вот момент можно было сказать тимофей федорович но мы уже исключили первую четверть вторую четверть третью четверть в это иначе можно просто сразу печатать четвертая четверть вы понимаете да что произойдет я специально нарисовал оси не включенными да то есть точка с ровным нулем в x в игреке она тоже попадает вот в это иначе и если я до конца не представляю себе все потайные случаи которые могут произойти то я тем самым их вот что называется рассматриваю именно конкретно вот и кстати здесь не требуется документация призраков то есть диска в каждой строке в каждом в этом подветвлении я явно глазами вижу буквально да а что собственно с переменными у меня да если так а иначе если а иначе если а иначе если вот в результате у меня произойдет либо 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 что из этого что из условий окажется первым правдой то есть работает тот то действие и выполнится да но в данном случае меня интересует еще и то что в итоге я могу поймать призраков за хвост я могу написать дополнительный вроде бы не нужны else который мне может написать да что такого не может быть а потом в какой-то момент да там ахтунг и при отладке то есть запуская программу я вдруг внезапно обнаруживаю опаньки поигрался с входными данными тут вижу ахтунг тем самым программа начинает помогать мне до самому обнаруживать вот такие места то есть есть такой способ какие-то в каких-то местах вписывать отладочную печать о чем я сегодня говорил да и второе это вписывать в какие-то места в которые по идее я не должен никогда попадать да но если я туда вдруг попаду то я ну а задачусь и поищу но я сюда добавлю распечатай ко мне в состоянии иксов и игреков на добавлю сюда распечатку икса и грека да и сразу вдруг обнаружи е-мое оказывается я про оси забыл ясно вот соответственно вот такая конструкция называется каскадное ветвление каскадное ветвление она очень красиво выглядит в блок схемах собственно как каскад водопадов такой смотрите да я говорю если-то ну и конкретные действия да ну да тебе поближе он рису если то а если нет да ну если нет тогда может быть другое действие другое условие будет если она оказывается верна мы делаем действие два но если нет то мы делаем проверяем следующие условия если да то мы делаем третье действие а если нет то четвертое но давайте здесь у меня уже бы действия по умолчанию понятно но в любом случае в итоге я заканчиваю и произойдет либо одно либо друг другой либо 3 либо 4 так давайте следующее про разговорчик давайте про индуктивной функции я в прошлый раз уже про них разговаривал когда говорил про сумму ветвление про и ветвление сумму произведение и подсчет индуктивная функция так смотрите допустим у меня есть некоторая функция сейчас не си плюс плюс сейчас немножко такой математики от программирования допустим у меня есть некая функция которая принимает последовательность значений то есть она принимает трататам xn да то есть она умеет работать с последовательностью результатом ее является число еще раз такие суммы произведения сумма всех чисел подсчет или подсчет количества чисел которые являют равняются большему чем на самом деле вот эта функция она может быть не равна одному числу она может равняться кортежу ну парочки чисел тройки чисел вполне можно вот кстати можно вычленить наибольший общий делитель последовательности чисел ладно так вот смотрите бывает так что функция позволяет вычислить саму себя за счет знания этой функции от укороченной последовательности n минус 1 то есть если мы знаем значение этой функции как бы на предыдущем шаге на последовательностью чуть меньшей длины и к этому делу мы некоторым образом ну я так это прибавила это на самом деле неправда неправильно ведь там может стоять умножить а может стоять еще что-то но с точки зрения математики такое вот действие между собственно неким одним значением и другим значением тоже но это собственно функция это является математической функции от двух переменных да давайте я назову эту функцию f в данном случае это функция f будет по сути производящей функции то есть она берет старое значение да старое значение и элемент новый добавляемый элемент и по сути считает новое значение для этой функции ясно то есть для суммы для суммы в этом случае до f вот эта функция до от f запятая x она равняет чему f плюс x прибавление да для произведения производящая функция в этом случае будет как выглядит из себя да она будет из себя представлять f домножить на x то есть домножая на последний и тем самым и получается что вот эта производящая функция обеспечивает нам индукцию то есть шагание по ступенечкам дальше 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 и в этом случае до нам в том числе не обязательно заранее знать сколько вообще членов у последовательности да мы именно что ну продавайте продолжим еще немножко еще немножко есть способ допихивать ее как это как яблоки в корзину докладывать да и у нас она раз 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 вот эти статистические функции которые не требуют никакой дополнительной памяти ведь мне не надо запоминать всю последовательность я ее перемалываю прямо на ходу да вот вот именно что вот как при суммировании я все старые x и забыл они уже просуммированы они просто вошли в эту эту самую в сумму вот соответственно какие еще ну подсчет до подсчет еще прикольнее потому что у него производящая функция она равна чему f плюс 1 то есть мне не важно что я добавляю про уровень еще один замечательно но еще интересный момент что на самом деле тут можно давать некий критерий от икса да и тем самым будет подсчет с фильтрацией фильтрацию я сейчас вычленяю отдельно не будем про него коротко сильно разговаривать вперед значит я что хотел сказать теперь что есть кроме озвученных в прошлый раз индуктивных функций есть еще интересные а именно во первых я могу проверить а критерий что хотя бы одно из этих чисел соответствует какому-то условию то есть я занимаюсь поиском поиск такая проверка на какой-нибудь на этот алгоритм называется и не давайте так и назову поиск но называется он по-английски словом ими ими какой-нибудь на в этом случае то действует я здесь стоять вам может стать понятнее если я вместо буковки f буду писать ту букву которая более человека понятно сейчас достану 7 мел какой-нибудь веселый желтый так вот если я буду там писать например для суммы буковку s просто нужно к старому значению суммы прибавлять новое значение до понятно да в этом смысле поскольку я все равно результат кладу в сумму да то я могу так скажу как бы новое значение суммы штрихованное равно старому ну а поскольку это оператор присваивания то по сути s равно s плюс x да в этом смысле она вам знакомо и должно работать то p равно p плюс умножить на x да для подсчета n равно 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 n плюс 1 на вот давайте для поиска вот у меня есть некий критерий поиска то есть некая как это поисковая система поисковая система некий такой не знаю как сказать измерятор температур и как это измерение температуры еще раз проверяю температуру у всех иксов на входе и говорю если хотя бы кто-нибудь болен коронавирусом если хотя бы у кого-нибудь повышенная температура занятие отменяется на ну и так в качестве примера так вот в этом случае по сути я беру и некой переменной давайте назовем буковка и эй на я говорю она равна чему у меня старое значение того что найдено до должно сохраняться то есть если уже был то он должен сохраняться или логическое а дальше я ставлю собственно критерий некий критерий давайте я напишу критерия под x да ну то есть это некое логическое высказывание которое может быть в принципе любым там например x больше нуля или x является четным тогда это будет x что там по модулю 2 то есть при остаток при линии на 2 равен нулю ясно и если хотя бы один вот такой товарищ у которого вот эта правда есть тогда у меня вот это вот штуковина она станет правдой потому что даже если был ложь а то она станет в результате или станет правдой а на следующем шаге даже если следующих иксов этот критерий не выполняется да в этом случае у меня уже старое значение сохраняется правда или он даже не будет вычислять его правда вы же помните да логично то есть у нас это знаете я напишу вот здесь именно четный там или а кстати еще один интересный момент поисковый алгоритм в котором ищу конкретное значение икса я ищу преступника среди иксов x равняется x нулевому я вот так x нулевой напишу шесть не могу индекс маленький написать нулик поняли логику да есть правда такая тонкость дело в том что у всех вот этих алгоритмов очень важно правильно выставить начальное значение то есть у например суммы начальное состояние суммы должно равняться нулю потому что когда еще не было ни одного числа у меня должен быть ноль почему потому что когда прибавлю первые x сумма должна равняться этому самому иксу для произведения начальное состояние перемена единичка для подсчета ноль а для и не для поиска хотя бы один x равен x нулевому там еще раз говорю критерии может быть очень разный хотя бы один из них простое число но у меня должно быть какое-то высказывание которое умеет проверять простое число или нет это не так просто тем не менее до начальное состояние этой переменной должно быть false понимаете это на самом деле следует строго алгебре логики вот здесь в данной аудитории не присутствует домашних животных поэтому я могу сказать так хотя бы одно до же домашние животные в этой комнате кошка а их ноль ответ ложь на фоллс а есть еще одна это проверка критерия проверка критерия для всех членов последовательности по-английски называется просто этот алгоритм олл все в этом случае логика другая я беру и делаю и по отношению к критерию делаю и да ну например если x но вот этот критерий например x больше нуля что что получится что у меня а если оно было правдой а этот x оказался был правдой x больше нуля то а останется правдой если же оно было правдой а x ложь ну смысл x больше нуля это вранье тогда новая а становится ложью и уже навсегда ну навсегда в смысле до конца вычислений потому что дальше уже ложь и что угодно она даже не будет реально вычислять это высказывание ложь дважды 2 равно 5 да и у меня вот здесь красный мел какая разница красного номер или не красный он белый тем не менее какая разница уже два дважды 2 это ложь у нас вот это высказывание уже ложь понятно таким образом у меня а останется правдой только в том случае если для каждого икса для каждого икса в последовательности вот это критерий который сюда впишу правда понятно начальное состояние должно быть правдой true кстати это довольно логично если вспомнить что логическое или является логическим сложением а false это ноль напоминает логическую сумму а это напоминает логическое произведение всех элементов до всех критериев для иксов до начальное состояние единичка что соответствует произведению да вот отдельно от вот этих вот индуктивных функций вот таких вот еще есть индуктивная функция поиска максимума минимума и сродных им вот про них сейчас будет отдельно разговор но для начала хочу их просто написать точно так же без всяких ветвлений а тупо логическим вычислением ну математическим вычислением а именно давайте назовем переменную буковкой м да пока оставим в стороне вопрос о начальном состоянии максимума да но давайте обсудим а новый максимум для расширенной последовательности которая расширена на один элемент она что должна из себя представлять но это новый максимум пришел новый элемент то есть смотрите у меня был были чувачки вот такие они приходили на они приходили у меня и соревновались друг с другом на соревновались точнее соревновались они и кто-то из них был максимума вот эти уже от соревновались и прошли да а вот этот товарищ сейчас говорит я максимум я максимум среди всех ранее прошедших и вот новый x пришел этот их понтуется говорит а ну я больше тебя а ну я круче тебя и если он действительно больше то их должен сбросить этого с пьедестала и сам встать на его место понятно логика да ну сбрасывать очень просто просто присвоиться на место м да просто вычислите положить это в новое м но принцип по которому я буду туда класть это максимальность поэтому м равно максимуму большему из старого максимума и много пришедшего икса то есть оказывается что производящая функция то она примитивная то есть чтоб вычислить максимум от последовательности мне нужно сделать этот максимум из двух чисел вы знаете я вам скажу вот что вот это вот штуковина эта вот идея индуктивных функций позволяет нам редуцировать последовательность при помощи любой вот такой производящей функции для этого функциональных языках программирования даже специальные есть вот метод редуцируй и вот тебе я тебе даю чем редуцировать да да и даю тебе функцию чтобы жмякать очередного икса да в ранее вычисленное значение ясно вот ну вот для поиска максимум последовательности пожалуйста вот она функция редуцирования на самом деле при программировании на таких языках типа си плюс плюс не на не обязательно все это дело заводить вот к такой форме потому что для поиска максимума может оказаться проще взять и в смысле так а ну я сейчас это дело запущу и мы это будем делать потому что следующее сейчас как сказать к чему мы перешли от абстрактных индуктивных функций это собственно поиску максимума мы сейчас вот так с него не слезем вот правда про него будет еще по моему у меня отдельно там потому что эта тема такая интересненькая где его хотел еще или в сегодня нужно полностью разобрать дайте мне секундочку на взгляд на программу нет ничего не вижу его мне казалось что я его слушайте но сейчас значит сейчас надо разобрать значит надо разобрать это дело сейчас и про переменные флаги может быть тоже отдельно короче давайте вот с максимумом разберемся чуть поподробнее а и так давайте я вот это дело оставлю да вот эту логику и вот этот вопрос который поставил я тоже подвешу да а какое начальное состояние максимума должно быть и попробуем это дело немножко так с 0 4 макс 1 значит у меня есть переменная x для считывания очередного икса у меня есть переменная м чтобы хранить временный максимум который в итоге и будет в итоге распечатан да я здесь напишу этот самый максимум из и печатается собственно значение этой переменной ну а здесь до тех пор я считываю переменную x на и до тех пор пока этот x не равен нулю то есть пока x не является терминальным элементом я буду сейчас что делать перемалывать его и считывать очередного так как вот мы делали при обработке потока да пока x не терминальный и так что буду делать значит первый вариант вот тот ровно которое сказал м равно макс от м икса на самом деле вот такая функция максимум она все плюс плюс есть и ее не обязательно как-то там реализовывать просто она есть ее можно максимум из двух чисел он просто существует давайте посмотрим на работу этой программы как есть вот я ничего сейчас не дополнительного делать не буду запускаю сразу что такое а опять я не так назвал про простить просто он по умолчанию сохраняет как си сейчас мы изменим расширение cpp да действительно хочу изменить расширение аж не глупый человек а теперь пожалуйста открой его итак это самое поехали компилятор что такое что такое негодяй дайте к откроем этот билд месседжи тарифе покажи мне сейчас просить просто мышка у меня колбасится не не могу открыть точка с запятой перед ци нам что тебя не устраивая все я это самое так поехали давай и так мне теперь нужно вводить разные числа ввожу ну допустим давайте минус 10 30 100 минус 60 0 0 это у меня не включается максимум это один миллион восемьсот сорок тысяч восемьсот девятнадцать в чем проблема а дело в том а нет нет он не перемножал иначе был бы им куча нулей на конце нет хуже ну ну неужели среди вас нет никого кто знает ну наверное я владимир слушаю а слушайте но это это важный момент пока который надо знать вот его надо просто знать потому что это все это это спарта ребята это это си плюс плюс это ну ну как сказать это очень близко к чистому си понимаете и здесь в переменные существуют даже в тот момент когда я в них ничего не положил поймите то есть вот в этот момент да я уже могу вывести на экран значение m на что я там увижу давайте я напишу что такое гарбич что такое гарбич кто знает давайте посмотрим а что там лежит да ну давай а мусор там да там мусор лежит этот мусор достался мне в наследство этот мусор достался мне в наследство откуда дело в том что компьютер включился не в тот момент когда заработала моя программа когда включилась моя программа вся оперативная память уже была чем-то занята что-то происходило жили поколения вычислительных процессов до нас до динозавры проскакали понимаете померли были другие вычислительные процессы операционная система дала им пожить дала им пространство памяти а потом сняла на самом деле даже моя собственная программа она все время немножко оставляет на стеке есть такой сегмент памяти стек она там оставляет некие следы своей жизнедеятельности вот это число оно ну правда в двоичной форме каким-то образом на стеке оказалось понимаете и внутри переменной м оно жило себе да а поскольку я его не стер вы покупаете участок но там жили поколения до вас и не удивляйтесь что когда вы начнете копать землю то вы там обнаружите скеле динозавра да вот здесь вот я обнаружил мусорок и этот мусорок мешает мне найти максимум потому что он больше чем все что я ввожу нет безусловно если я сейчас в виду какое-нибудь большое число давайте много значное число в виду да ну и другие какие-нибудь тоже то у меня в результате мой мой дракон до победил того динозавра да но совершенно не обязательно программа должна быть предсказуемой поэтому говорят так переменные обязательно должны быть инициализированы и так давайте переключимся и посмотрим а я хотел сказать что что питон слишком иногда слишком много решает за вас питон вообще не позволяет создать переменную не положив в нее никакого значения то есть питоне у вас если вы создаете переменную то в ней всегда уже что-то лежит ну там для целочисленного типа там и так всегда валяется 0 даже если вы ну на это это еще более сложная конструкция дело в том что в питоне переменные это не переменные а это ссылки это имена которые ссылаются на разнотипные объекты поэтому если вы скажете x равно нан то x вообще не целое число он нан тайп специального типа нан тайп а к потом когда вы ему присвоите значение числовое то он меняет тип ну то есть он тупо начинает указывать на объект другого типа а потом на строчку можно а потом на еще что-то на файл на что угодно то есть там можно менять тип в c++ строгая типизация в смысле того что у вас на все переменные они привязаны к конкретному типу вы не можете начать указывать на что-то другого типа и более того переменная как я объяснял это короб на первом занятии это коробочка или как флешка лучше представить если флешку вы не отформатировали то там лежит мусор вот у меня сейчас фактически было да пока не за нулел не отформатированная флешка да вот так она отформатирована так нет да вот таким вот образом я сейчас этот гарбич да по сути удалю и там сейчас уже будет не гарбич там будет всегда детерминированный ноль а ноль это намного лучше он предсказуемый он не от раза к разу не меняется да но есть некоторая тонкость дело в том что ноль не является правдой я поставил сейчас на я сейчас поставил на постамент вот на который приходят и соревнуются да вот сюда вот я поставил некое чучело ну а сюда приходят очередные иксы и пытаются его завалить ну и естественно я предполагал что первый же пришедший сваливает оттуда этого нуля и встает на его место да потому что это чуть чучело оно слабо но если у меня придут соревноваться друг другом вот такие чахлики да которые сами по себе малюсенькие то среди них может быть существует самый большой это минус пять 0 это у меня не вход не входит сюда 0 это терминальный элемент и он говорит максимум 0 не под еще раз это не не отсюда это отсюда сейчас это не сам гарбич сейчас это и не шел до велью и вопрос в том что начальное значение для последовательности в которой я ищу максимальное не очевидно ну я мог бы сказать так ну давайте сюда вкрутим минус бесконечность да минус инфинити да но нет такого числа минус бесконечность с другой стороны у самих вот этих вот чисел у меня это пространство состояние чисел конечное а значит среди этих чисел существует самое маленькое число ну какой-то там да ну его надо как-то ковырнуть я честно сказать не уверен как это делается там int 64t да но у него должно быть какое-то там минимальное значение лимитс если я не ошибаюсь называлась библиотека лимитс си лимитс вот так вот си лимитс но старые сишны библиотеки начинаются с буковки c си математика simf а есть си лимитс так вот для си лимитс должен должна была существовать такая переменная макс сейчас секундочку int 64 нет я не помню сейчас одну секундочку я гуглю слегка константы в си лимитс да отлично c++ ком хороший сайт я его люблю замечательно что тут есть до максимальное минимальное значение для объектов разных типов ну вот я возьму какой-нибудь вот этот l long мин вот его значение ну то она вот вот об этом значение там сейчас я поменьше сделаю окошко и вы это увидите вот она ну вот можно эту константочку использовать да это некая условная минус бесконечность да только минус тогда мне не нужен потому что он минус включен в само это значение да и тогда я могу с уверенностью сказать что уж если кто бы не пришел да если только можно его запихнуть вообще в принципе в переменную вот такого типа int 64t то он уж точно не меньше чем та чучелка которую я поставил да таким образом даже если у меня все числа будут очень отрицательными да вот очень очень отрицательными тем не менее у меня победит среди них да вот вот точно не вот это понятно логика да ладно что я хотел сказать что на самом деле есть одна ситуация когда и это не спасает дело в том что последовательность может оказаться нулевой длины в этом случае я должен по идее отказаться от распечатки вот этой фразы я должен сказать что это у меня пустая последовательность да там void sequence например да как то еще то есть ситуацию с пустой последовательностью по идее надо обрабатывать иначе потому что в такой ситуации когда у нас пустая последовательность а спрашивают чему равна сумма последовательности я имею право сказать сумма пустой последовательности 0 я имею право сказать что произведение пустой последовательности равно 1 но с некоторыми оговорками чисел не дали, говорю, чему равно произведение? Ну, я еще раз говорю, имею право, в принципе, сказать один. Но когда меня спрашивают, а чему равно самый... Давайте зададим вопрос, так чисто логически, да, в этой комнате нет домашних животных. Я спрашиваю, а сколько весит самое большое домашнее животное в этой комнате? На этот вопрос нельзя ответить. Вопрос поставлен некорректно. То есть, есть такие функции, которые, как на ноль делить нельзя, да. Вот есть такие функции статистические, которые не определены для пустой последовательности. Математически не определены. Я не должен отвечать min, этот самый l long min или int min для какой-то число там конкретное, да, в ситуации, когда чисел вообще не вводили. Более потайная ситуация возникает в том случае, когда вроде бы последовательность не пустая, но в ней происходила фильтрация. То есть, у меня участвовали в поиске максимума только четные, например, числа. Да? Эта ситуация еще интереснее, потому что может возникнуть такая мысль, а давайте запихнем в начальное значение максимума не l long min, а просто считаем с клавиатуры, да, вот вместо вот этого инициализации. Давайте в начале считаем икса первого. Считаем первого икса. Это точно первое икс. И далее просить, ты не вовсе посчитаем, да? Да! Но в этом случае я уже на самом деле опираюсь, что икс не является терминальным элементом. То есть, что хотя бы один элемент в последовательности есть. Это первое. второе. Если у меня вот здесь вот, да, есть фильтрация, да, я говорю, если икс является четным, ну, икс по модулю 2 равен нулю, да, только тогда эти иксы у меня отправляются на обработку. А обработка состоит в том, чтобы выбрать максимальный из. Видите, да? В этом случае у меня получается так. Давайте запустим и посмотрим. Я устраиваю соревнования среди девочек по... Допустим, девочки у меня будут четные, мальчики нечетные. Я устраиваю соревнования среди девочек по тому, кто сильней. Одна выжила... отжалась, давайте, 20 раз. Ой, простите. А, ну да, это он мне там... Другая отжалась 26 раз, третья отжалась 18 раз, какая-то отжалась 30 раз, еще одна 24, еще одна 10 раз. Я вот так... Это самое, Enter. Ну и 0 признак конца. И он нашел мне благополучно максимум, да? Если в процессе будут еще появляться мальчики, никаких проблем. То есть я сюда сейчас буду... Покажу, что эта программа работает, да, в ситуации, когда у меня будут появляться какие-то там, давайте, 20, значит, какой-нибудь там 40, а здесь какое-нибудь нечетное число очень большое, потом 36, потом какое-нибудь вот такое число, вот столько отжиманий какой-то мальчик сделал, да, потом, давайте, какой-нибудь там 28, да, ну, то есть разные всякие числа, да, еще какой-нибудь мальчик пришел и вот столько отжался, да, ну и конец. И видите, максимум 40. То есть он реально искал среди четных, надо было подряд парочку чисел написать, среди четных не по номеру, а именно по значению. Короче, смысл в том, что он искал, вот так вот, но дело в том, что первое значение проползает на постамент, да, вот на то место, я уже стер, да, в эту переменную м без фильтрации. в результате у меня может произойти так, что если первый мальчик, да, приходит первым, да, мальчик пришел первым и занял, первый мальчик отжался там 81 раз, потом пришли девочки, одна 20, другая 40, третья, там, не знаю, 80 она отжалась, а потом пришел мальчик какой-то отжался вот столько раз, да, потом еще там девочка 40, вот, а потом конец последовательности, то победил, елки-палки, мальчик, причем не самый максимальный, а тот, который просочился до того момента, когда мы еще начали проверить девочка не девочка, понимаете, то есть, такая дилемма возникает, елки-палки, так как же поступить-то, что туда класть, да, что положить в качестве начального значения, то есть, хотелось бы все-таки проверку всей последовательности производить уже в цикле, чтобы у нас, ну, там, фильтрацию, еще что-то, подсчет может быть происходит, да, чтобы уже происходило вот именно в рамках вот этого, то есть, такие, чтобы было какое-то начальное значение, а с другой стороны, я не могу на него опираться, слушайте, есть такая метода, а давайте туда действительно положим garbage, ах, пусть там будет garbage, initial garbage value, и начальное мусорное значение, да, но рядом с этой переменной, я создам булевскую переменную, которая будет говорить мне сам факт того, что в этом максимуме вообще что-то положили, да, из, соответственно, max, не знаю, вакантный, да, vacant, вакансия, да, там, из max vacant, вначале он вакантный, да, вначале он вакантный, а потом он вакантный будет перестанет, в какой момент, ну, когда найдется первая девочка, когда, ну, в данном случае первое четное число, вот найдется первая девочка, тут же, да, она должна либо занять местоположение максимума, да, то есть я должен сказать, если у меня максимум вакантный, то m просто равняется x, а вот если он не вакантный, да, вот тогда мне нужно соревноваться с тем, кто там стоит, а тут соревноваться не надо, потому что там никого не стоит, понятно, на самом деле вот эту конструкцию я могу здесь вычленить отдельно, иначе сказать, иначе, если x больше, чем максимум, простите, я самая чуть-чуть при переключении с языка на язык, стереть максимум, записав туда x, ну это просто на самом деле вот заменил как m равно максимум из x и m, да, я вот сделал так, если x реально его победил, тогда x встает на его место, да, а теперь смотрите, я могу сказать так, подождите, ну это вот, я, действие-то у меня одно и то же происходит, да, ну там, а иначе ничего, да, а else ничего, ну тут я не могу ничего сказать, пэс, точку запятой, то есть мне этот else на самом деле просто не нужен, да, но вы видите, что у меня собственно вот если и иначе, если действие-то одно и то же, таким образом, я могу сказать просто тупо или, посмотрите, как красиво, то есть если из max веком, то есть если, ну давайте m, m вакантно, да, если m вакантно или x больше m, ну простите, вакантность не должна быть вечной, они не должны все время говорить, а там все равно не занято, мне нужно, как только произойдет хотя бы одна вот это присваиваемость, тут же сказать, все, на флажок сброшен, ясно? да, пусть это происходит еще раз и еще раз, это уже не страшно, то есть у меня это состояние, именно что было таким флажком, да, как некий такой, как это, флажок, и первый, кто пришел, увидел, о, да, первый из чувачков, которые пришли занимать максимум, из них приходили и говорили, я мальчик, проходи мимо, да, мальчик, проходи мимо, как только пришла первая девочка, да, она говорит, она уже прошла по первому принципу фильтрации, она говорит, о, да, флажок-то пустой, она его первая сняла, а сама встала в переменную m, понятно? То есть у меня две эти переменные, переменная максимума int64tm, и флаг булевский из mвacant, они работают в паре, в смысловой паре, да, я раз, воспользовавшись вот этим вот, халявкой, я туда запрыгнул, да, а следующим уже не получится, они смотрят, флажок уже снят, ну, придется реально с ней, что называется, сражаться, чтобы занять эту позицию. Ясна логика? В результате, в момент, когда заканчивается вся эта обработка, я внутри этого флажка, да, по сути, сохранил важную информацию, явным образом сохранил, да, и могу распечатать эту информацию. Если максимум вакантен, что это означает? Что в принципе невозможно сказать максимум, да, но, соответственно, even numbers, отчетные числа, even numbers, да, in succession, да, все, какой поиск максимума, до свидания, нельзя искать, потому что там нет, пустая последовательность по сути, а вот если последовательность не пустая, то максимум from even, да, из, ну, и распечатаем этот самый максимум среди четных чисел. Поняли, да? Я это дело сейчас все выложу, безусловно, ну, давайте запустим, погоняем, да, немножечко, так, что там я, bull is mvacant, что мы жалуем, на что жалуемся, больной? Нижнее подчеркивание является символом, и допустим, а, буковка t в true, да, мои питанизмы иногда мне мешают, ну, все, вот, пожалуйста, что не так, число 13 ввелось, это я переключал свою доску, что еще, а, ну, то же самое, false в C++, пишется с маленькой буквы, ну, и вот, пожалуйста, начальное значение 16 равно, да, мне наплевать, я, все равно, у меня главное, что там валяется в is mvacant, давайте, у меня, я буду, это самое, давайте, семерка, восьмерка, тройка, пятерка, шестерка, двойка, девятка, у меня сейчас среди четных максимальная восьмерка, да, ноль в качестве конца последователя, эй, ноль, ой, елки-палки, в 90 уже получилось, 90 у меня в лице максимум, на самом деле, он 16 бы просто проигнорировал, то есть, оно не имеет существенного значения, давайте, сейчас я все-таки сделаем, интересно, почему он опять 16 туда кладет, мне прям везет, теперь, M равно 16, почему-то, ладно, давайте, давайте, что-нибудь туда положим слегка, так, что там, 16, еще раз, 9, 5, 6, 3, 8, 5, 7, 0, сейчас я приподниму, maximum from even numbers is 8, видите, то есть, доплевать на начальное значение, оно вообще не имеет значения, то есть, потому что важное, а чему равна вот эта переменная, да, у меня за счет вот этого вот действия, избрасывание флажка булевского, у меня получилось очень удобно, короче, да, и кроме того, я вам сказал, что вот эта штуковина даже не будет вычисляться, если вот это правда, ладно, да, и еще булевскую переменную, как видите, не надо спрашивать, равна ли она true, да, это не надо писать, она и так, то есть, результат вычисления вот этого высказывания и так будет true, да, то есть, просто, вот мы пишем просто так, вот ее пользуем, как элемент логического выражения, у нее и так значение будет либо true, либо false, а здесь это надо делать, потому что, ну, как мне нужно вычислить предикат по отношению к иксу, ладно, короче, заканчивая этот разговор, я хотел еще прогнать вот ту ситуацию фактически, когда у меня только нечетные числа, явным образом, давайте прогоним так, чтобы приходили только нечетные числа, давайте, например, 9, 5, 7, 13, 713, ну, ладно, 7, no even numbers in succession, то есть, у меня сохранилась информация в этом флажке о том, что, ребят, там, собственно, и нету никого, так, ну, я вот разложил вам рассказал все, давайте мы с вами сейчас обсудим вопросы по теме, тема поиска максимального числа, она, конечно, не исчерпана, на самом деле, есть еще такие задачи, как подсчет количества чисел, равных максимальному числу, это тоже можно делать на лету, на ходу, возможно, вы это делали на питоне, или, например, найти не один максимум, а найти двух победителей, то есть, первое число и второе по значению число, и сделать это за один проход, то есть, ну, вот это индуктивная функция, да, однопроходным алгоритмом, тоже вполне себе интересная задачка, довольно сложная, вот, я был бы рад, если бы вы сделали вот такую вот задачку, в которой вы бы нашли максимум среди четных чисел, ну, код, а, да, и давайте я выложу, чтобы вы прям увидели, да, пусть в запись тоже попадет, куда я это выкладываю, значит, этот самый, где мой терминальчик, я покрупнее сделаю, чтобы вы прям увидели репу, сейчас, я добавлю текущие файлы, так, он добавил только цппшники, и это хорошо, замечательно, git commit, самое, это у нас, вот, оно заливается в репозитории, давай, покажи, вот он, github, текхирианов, cpp1514.2020, вот это место, куда попадает программный код, я сейчас в чат это дело скину, давайте лучше не в чат я это скину, а в нашу этот самый, в нашу беседу в телеграммке, друзья, я благодарен всем, кто дожил до конца занятия, вас дожило 17 человек, это больше половины, если у вас есть любые вопросы, спрашивайте, видите, вот это, плюс и tanto, вы можете яжи сюда, мужа, и сегодня día в ин ION